Я тогда так прям расплакалась. Мы с мамой моей учились тесто катать. Я очень боялась, я кланялась первое время. У нас в кыргызской семье вот так. Давайте технологию приготовления теста я вам покажу по-другому. Учись. Я вот сколько лет, я так не могу. Сегодня готовим урмо. Любимое блюдо Апы. Я раскатываю тесто и мы вместе с Апой готовим фарш и готовим по ее рецепту. Урмо всегда очень вкусное. Его любят и родители, и мы, и дети. Я учусь у Апы. Почему? Потому что это тоже наследие, это тоже знания, которые передаются из поколения в поколение. Я потом буду свою дочку, свою сноху учить, как готовить, как любят в нашей семье. Я кланялась первое время. Я одела платок, пока мне не сказали, но в принципе можно. Я научилась подавать чай. Я узнала, где мое место за столом. И это абсолютно не обидно. Это традиции, и их нужно соблюдать. И я по сей день сразу определяю, куда бы я ни пришла. Так, это место Акелин. Я здесь сижу. И это нормально. С нами еще тогда жила наша бабушка. Это вот мама Апы. Первое время же всегда скучаешь, плачешь. Домой хочется. Я помню, я сижу на диване, плачу и тихонько слезы вытираю. Апа хоть плохо видит, заметила. Говорит, идем сюда, садись со мной. Я села, она открывает альбом и показывает. Говорит, смотри, это твой дедушка, это твоя тетя, это твоя бабушка. Я думаю, почему моя? Я первый раз вижу этих людей. Потом говорю, а Па, это, наверное, ваши какие-то родственники? Она говорит, нет, Юля, ты же моя внучка. А значит, это все твои дедушки, бабушки. Я тогда так прям расплакалась. И знаете, вот с того момента я поняла, что это мои. Ну, моя бабушка тоже. За месяц до свадьбы мы с мамой моей учились. Тесто катать до умом, делать борсоки. Но в итоге я поняла, что все равно нужно делать, как здесь. Потом, когда я пришла в эту семью, у меня есть авасынка, который живет в Вене. Она показала, она сказала, вот в этой семье любят вот такой бешбермак, любят вот такие борсоки и любят вот такой чай. У меня бабушка есть, которая уже умерла. Она сказала, Юля, когда ты пойдешь в другую семью, забудь все, что ты умела, все, что ты знала. Ты должна полностью делать, как они, как они любят, как они привыкли, как они хотят, потому что ты становишься частью их семьи. Ата, они в самые сложные, в самые важные моменты всегда рядом. Что бы ни случалось, какие бы у нас не были взаимоотношения с Иркином или с родственниками, Апа и Ата – это действительно родные, близкие люди. И я всегда говорила, Апа, вы можете всегда на меня рассчитывать. И вот то, что вы для меня сделали, я никогда не забуду, помогла детей вырастить. И поддержку дала, и когда я болела, она рядом была. И то, что говорят, что тяжело быть гелинкой, может быть, какие-то не соблюдаются права или еще что-то, я такого не знаю. Наши внуки относятся к своим родителям очень уважительно, и причем очень уважительно относятся к Ата, Апа. Мы считаем, как дочка, у нас дочки. Нет, больше всего нравится киргизское блюдо – курдак. Она курдак замечательно делает. Рыбу жареную я люблю. В бюллетене партии «Альянс» под номером 3, в списке Юлия Джаналиева под номером 12. Голосуйте! Редактор субтитров А.Семкин